МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые объекты гандлю, уклад бизнеса у экономику, працовные месцы, выники социально-экономичного развития Гомеля обмерковали на посаджении Гарвы Конкама. Для будущих следчих створены перши у регионик, криминалистичный полигон. На переддне его урочисто открыли у Гомеля. Адрадзим ручник разом. У Будокашалёвским районе заховывают стародавние традиции ткацтва. А зараз об этом и иншим больше подробязно. На переддне у Гомеля пройшло урочистое мероприемство, присвеченное 10-годзю Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Головным гостем свято стал старшиня Белой Руси Геннадзь Давыдька. Свою визиту Гомель он почав с встречи с активом областного объединения. Об этом и не только в нашем наступном сюжете. Гэта першая встреча новообранного старшиня с гомельским активом объединения. В ауступном слове Геннадзь Давыдька делится своим баченням далейшей работы «Белой Руси». На первом плане – умоцевание ауторитету организации за кошт сплочения коллективу. Имидж повинен створаться изнутри, минавито там основа. Думая о будущем, мы хотим устремить свои взгляды не только в наше политическое, общественное будущее, а еще внутрь нашей компании, нашей организации. Мы больше будем заниматься настроением, сплочением наших рядов, консолидированным мнением нашим. Мы будем больше объединяться вокруг тех фундаментальных наших ценностей и крепить именно дух организации. У регионе организация налишивает 25 тысяч человек. Самое великое представительство Белой Руси – в установах эдукации, оховы здоровья и в промысловой сферы. Активисты – народпрацовны. Однако у многих отримывается сумещать службовые обовязки с отделом у акциях Белой Руси. И другие же допомагают с правой на местах. У нас в районе свыше трех тысяч человек в Белой Руси. И, безусловно, все, скажем, в этих акциях активно так участвовать не могут. Когда они видят по телевидению, что «Ага, Белая Русь делает что-то», и каждый понимает, я это тоже делаю, находясь на своем рабочем месте. У рамках святошного мероприемства отбылась урожистая церемония уступления у Рады Белой Руси супрацовника у телерадио компании «Гомель». Членские билеты ему ручил сам старшиня организации Енаць Давыдька. У завершения вечера отбылся концерт под назвой «Рытмы планеты». Программу подрихтовали суместно с гомельскими городскими оркестрами. Мы пригласили наших активистов, чтобы этот проект и эта музыкальная программа стала подарком для наших людей, чтобы это был действительно хороший заряд энергии, бодрости, с которым мы отправимся в дальнейший путь. Новый самобытный музычный проект вобрал себе творы больше 15 краин света. Китай, Испания, Бразилия, Израиль, Армения и множество інших безумовно першими прогучали композиции белорусских аутров. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Новые крамы и гандлевые центры, уклад бизнеса у экономику «Гомеля», новые опрационные места, товарооборот и внешнеэкономичная деятельность. Леточние выники социально-экономичного развития областного центра обмерковали на черговом посаджении Гарвы Конкама. На им побывали наши корреспонденты и доведалися, ці усе задачи были выконаны и по яким шляху пойдет развитие «Гомеля» в этом году. Минулый год для «Гомеля» был плённым, як Нель Галебш, это показывают выники социально-экономичного развития. Абсолютно усе прогнозные показчики выконаны. Залик и побольше сте доведенных заданий у «Гэта» охотчена на посаджении «Гомельского гарвы Конкама». Особливо поспеховой была внешнеэкономичная деятельность. На треть вырос экспорт товаров. До речи, неопошнюю роль у «Гэтам» отыграла активная праць малого бизнесу и предприемство в свободной экономичной зоне «Гомель-Ратон». Летосяны активно завоевывали новые рынки и освоевали выпуск новых видов запотребованной продукции. Высокие выники так само показал внешний гандель послугами. Сарод лепших в этом плане транспортные и туристичные организации. Больше за 3000 человек было працевладковано на новое предприемство, а так само на додатково уведенное працонное место. Безумовный лидер в этом плане дал КАМ-40. Предприемство набрало летось 360 новых супрацонников. И всё лето плануя активный набор. Будем работать на дальнейшее развитие экспортного потенциала города, на увеличение инвестиционной привлекательности и на повышение эффективности деятельности промышленного комплекса, являющегося в городе преобладающим. 2016 характеризовался и жауленем споживецкого попыту. Гомельчане в минулом году стали куплять больше товаров и частей наведывать объекты громадского харчавания. Отсюли рост товарообороту. В этом плане по выника кода Гомелю вайшов у тройку лепших областных центров краины. Его опередили только Витебск и Гродно. Задач на гэты год так само немало, як минимум первые сети леташние показчики. И передумовы для гэтага уже есть. Только в первом квартале 2018-го очакается открытие 9 новых объектов. А гэта больше за 7 тысяч квадратных метров гандлёвой площади. Одной из самых долгочаканных подей станет открытие буйного центра мэбли и интерьеру «Карусель». Перших покупников ян проймя уже четвертых асаковика. При этом реализаторы проекта обьяцают, что для зрушенности наведывальников, окромя мэбли, у им будуть продаваться и иншая группа товаров. А кроме того, по просьбе гамельчан, на проспекте Ленина повеличится колькасть продуктовых крамов. У перш из них червоную стушку перарыжут у саковику, у другой – у концы красавика. Провиску яна отримают в 26-м и 30-м другим домах. Я хочу отметить, что за 2017 год у нас проведено 203 ярмарки. Ярмарки доказали свою и эффективность, и востребованность жителями города. Поэтому в данном направлении также будет работа продолжена. Также в наш город приходит новая торговая сеть, сеть «Дионис», которая распахнет на двери в двух магазинах по улице Сверидова на проспекте «Космонавтов». Одним из буйных проектов этого года так само станет переобсталявание крытого сельмашевского рынка. Будинок отримает другое житё. Его перебудуются разместять у им дискаунтер промысловых и харчовых товаров. Открытие отбудется так само у саковику этого года. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, Талерадо, компания «Гомель». На переддне у Гомельском филиале Международного университета «Мецо» открылся первый в регионе криминалистичный полигон. Теперь тут будут проходить практичные занятки по подрыхтолцам специалистов для Следующего комитета. На открытии полигона побывал Олег Сентюрол. Тесное сопротивление Гомельского филиала Международного университета «Мецо» и Управление Следующего комитета Республики Беларусь по Гомельской области началось в минулом году. В мае 2017-го Баки подписали договор о створении на базе ОСК кафедры правознавства. В початку для проведения практичных занятков створили залы судовых посаджений, где всё максимально наближено до реальности. Открытие криминалистичного полигона и ещё один этап реализации двухбокового договора. Профессия следователя предполагает определённую визуализацию, потому что лучше один раз увидеть, как говорится, своими глазами, чем десять раз услышать. Десять раз могут соврать, а глаза они не обмануты точно. Безусловно, вот на этом криминалистическом полигоне, где мы сегодня с вами находимся, который открыли, студенты смогут приобрести практические навыки. Два управления следчика комитета Республики Беларусь по Гоминской области кажут, что самым складанным было разместить одразу шесть учебных мест на односно невеликой территории, али с допомогой администрации научной установки к эту задачу вырошили. Теперь на полигоне можно моделировать реальные следчие ситуации по отых видах злочинств, за якими наибольш часто сустрыкаются следчия, жилый покой, где здесь не крадёшь, ванная, у якой забили человека, и банковский офис. Тут створена погроза информационной безпецы компании. Нарко-лаборатория – место, за кем каждый следчий может сутокнуться в своей практичной деятельности. Вот тут спайсы, мархуана, кокаин. За этой речи, зразумело, несоправные, али учиться на их можно. Змоделеванные зараз ситуации будут периодично изменяться, что дозволить ожитивлять больш-якостную подрактовку будущих супрацовников правоохранных органов. Причем занятки тут будут проводить не только выкладчики Гоминского филиала Международного университета МИЦО, али и сами следчия с практичным опытом работы, а при этом с нового научного года студенты начнут заниматься еще и по новой программе, которая уличивает сучасные реалии у громадства в приватности размыва и депрозвитие личбовой экономики. По новым программам, которые будут учитывать уже и цифровую экономику, криптоэкономику, технологии блокчейн, ну и так далее. Все современное, то, что поставлено директивой номер 8, чтобы они потом, когда выпустятся и начнут работать, естественно, чтобы они уже не просто, так сказать, имели понятие, а чтобы они профессионально занимались этими вопросами. Министерство по податках и сборах Республики Беларусь запустило офицейный мобильный додаток для физичных особ МНС Мобайл. У им можно отримливать поведомления об выплате податков, информацию по объектах податка обкладания. Так само есть калькулятор для увеличения подоходного податка для физичных особ и иншие функции. Усе заявки опрацовываются автоматично, без удела сопрацовников податковой службы. Загрузить программное забеспечение можно на официйном сайте Министерства по податках и сборах у разделе «Электронные сервисы», а так само за собистых кабинет физичных особ. Беларусы могут проверить те, что они в списках выборщиков. Для этого нужно вернуться в участковые комиссии и доведаться, те включены вы в спис и те правильно позначены ваши дадены. Зарабить это можно с 17 до 19 годин по буднях, те с 12 до 14 годин в субботу. Выборщик мае право заявить об любой помылцу в документах. Нагадаем, выбор у Мясовая Советы пройдет 18 лютого. В Гомельском центре занятости завершается выбор установ, на базе яких будет проводиться перенавучение зарегистрованных беспрацовных. При этом все выдации, учебы и выплаты стипенды берут на себе держава. Наши корреспонденты подекали, как найти работу. Кирмаши вакансии, дни предприемства и формирование групп для научения новым специальностям. Не глядячи на тое, что зараз у Гомели, колькость официйно зарегистрованных беспрацовных складает у сего 0,7% от экономично-активного населенства, але и гэтым людям необходима допомога знасти работу. Проблема у тем, что часом вакансии не отповедают профессийным навыкам претендентов. До того ж, часто пропануется неквалификованная, тому низкооплачиваемая праца. Бадай наибольш эффективная махчымасть выращения проблемы, отримания беспрацовными новой профессии, запотрабованные на рынку працы. На початку гэтага года выбор немаленький, от кухару и цырульников до специалистов по промысловым альпинизме. И аж шэдзен вариант предприемальництва, але сёлята гэтый вид деяності особливой популярностью пакуль не корыстаецца. Часто бывает такое, что у человека возникает страх, а справится ли он, потому что всё-таки одно дело, когда он работает у нанимателя, и социально он защищён, и, в общем-то, скажем так, больше надежды и опоры идёт на руководителя предприятия. А когда человек создаёт собственный бизнес, он кроме самого себя ни на кого надеяться не должен, поэтому в этом плане, наверное, рискованных таких людей, ну, пока, скажем так, желающих большого количества нет. Усі выдатки на повышение квалифікації перенавучання бере на себе Дзержава. В учоба бухгалтера корыстанню специальными программами обыдяться у 46 рублёв на человека. Для курсу подрыхтоки будовнюков спатрэбіцца сумма амаль ўсім разоў большая. У Гомельскім центры занятості кажуть, што проблем с фінансаваннім няма. Сёня галунная вызначыцца з установами, на базі яких будзі проводзіцца в учоба, і да помахчы выпускнікам знайсці новая месца працы. При гэтым жадаючым отрымаць новую професію необходна разумець. На рынку працы необходна быть конкурэнта здольным. Ні професіоналы сёня не патрыбна нікому. Высокая зарплата мая на увазі і высокіе патрыбаванні. Але калі ёсць реальнае жадання змяніть жыццё до лепшага, пачынаць необходна ў любым выпадку. Раньше я роботала швеёй, решила смініть професію. Більше двигаюсь, общение з людьми. Чё по-міне понравилось, там хороші педагоги, всё хорошо объясняли. Практику проходила тоже, с лёгкостю я всё понимала. Всё понравилось. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телераду, компанія «Гомель». У Гомелі протягуюцца акцій, пресвечення профілакти цихвороб системы кровозвороту. Почас их проведення специалисты померуюць усім жадаючым артериальны тиск. Дадуть индэвидуальны консультацы по пытаннях профілактики хвороб, здоровым харчаванні, рухальны актывнасті. Так сама можна будзе разлішыць індекс масы тела. Сёмага лютага акція пройдзе во універмагу «Гомель». Чатырнадцатага лютага ў супермаркеці па вуліце Сухога-2, а двадцать першага лютага ў супермаркеці на Мазурова-79. Двадцатьвосьмага лютага мерапрыємства пройдзе на прадпраємстві «Гомсельмаш». Мастацкая працовка драўніны, рестаурацій і выраб ткацкіх станкоў пашыл адзенне і стварэнне лялік. У гусевицким сельскім домі культуры Будакашалёвскага района адкрыўся центр ткацтва. Гэта стала махчымым дзякуючы мясовай ініціативе «Драдзім ручнік разам». Яна ажыцявляецца ў рамках проекта садзенічаўння развіцю на мясцовому зроўніў Республіць Беларусь, які фінансуюцца Європейскім Саўзам і реалізуюцца программай развіця ААН. Як у невелікай вёццы адражаюць самобытнае майстырство беларусов, доведався Дмитрий Котов. На реалізацію мясовай ініціативы «Драдзім ручнік разам» было накеравано більш за 23 тыс. ёвро. Сродки выдаткваны на рамонт помешканў і на бытю абсталявання. У центра ткацтва ёсь методичны кабінет і майстырні по ткацтве, а так само по рестаураціі і вырабу ткацких станков. У Беларусі ткацтва було пераважно жанушым заняткам. Кожна дзючына з ранніх годов ткала поясы рушнікі, які выконували не толькі декоративну функцію, а так само мели глыбокі сакральны сэнс. І толькі з развіцём товарной вытворчасті до гэтай справы пошалі долучацца і мушчыны. Популярнае неколі самобытнае майстырство зараз амальшто забытая. У вязковых дамах не сустрынеш ткацкі станкі, і деці ведуюця об вырабі рушніків толькі у теорії. У невелікай вёзці новая гусівіца вырошіля драдзіць гэтара місту і нагадаць об традиціях наших прадках сучасному пакалінню. А тримлівецца выдатна. Процайомкі, але у той же час цікавы і займальний процес пачал захопляць вязковых дятей. Мені панравілося ткаць, когда открыли этот кружок, я заінтересовалась і начала ходіць. Мені тут дуже все подобається. На створення рушніків юним майстріхам потрапляться ніколькі дзен. Працуються вони як на закупленних станках, так і на перададзіных місцовыми жахарами. Нікаторі зроблені сучасними рамесніками. Даречі долучиться до одрадження ткацтва можна не тільки у новой гусівіці. Філеїлы центра дзенішують у Рагини, Шабатовичах, Уваровичах і Губичах. Будуть учиться на станках ткаць рушніки. На маленьких станках можна теж рушніки і всякі шарфіки, поясочки. Планируємо шити. Ну, якщо буде желающе, думаю, будемо учити. На даний момент у нас пока група дзетська. Ну, со временем планирується, щоб привлечі взрослых. Ніна Брундукова усе своє життё провела у вёсці новая гусівіца. З ткацтвам добра знайома я ще з дзятінства. Почас створення центра даяєння рэдка зверталіся за парадай. Жаншина задаволіна, што у авторів м'ясової ініціативы усе отрималася. Мені важливо, щоб дзеті приходили і возрождали цю традицію, традицію ткацтва рушніков. І не забывали цю традицію. Рушнік – це національний здабыток нашої країни. Дякуючи трапятливим адносинам, історію отримлюється заховаць для будучих покалінняв. Дмитрий Котов, Сергій Лукашук, телерадиокампанія «Гомель» Будакашалівський район. На протягу двох дзюн у «Гомелі» проходзів відкритий обласний конкурс навоково-технічной творчості «Техноінтелект». У дзілу їм принялі більш як 100 юних винаходніків в узрості от 14 до 18 годів. Конкурсанты демонстрували своє теоретичне і практичне веде. На суд жюри були представлені уласне дослідування і експериментальне роботи. Навоково-практична конференція включила шесть секцій. Тематика самая разностайна. Інформатика і програмування, мультимедійні технології і інтелектуальні системи, радіоелектроніка і робототехніка. Наші ребята під руководством педагогів кожен год представляють дуже інтересні наработки, дуже інтересні ідеї, їх творчісне исповнення. Наиболі інтересні роботи я б відмітила в такій номінації, як радіоелектроніка. Це то, що непосередньо діти роблять своїми руками, це модели, які відбуваються, які відбувають якийсь процес. Тобто ці роботи традиційно саме інтересні. Але і в інших секціях, такі, як научне обеспечення і інформаційні технології, візді ми відбуваємо яркий творчіский підход. По вініках конкурсу визначені пераможці у кожній взрослі групі. У командним заліку третю приступку п'єдісталу заняли представники Петриковського района. На другу знялася команда Гомельського обласного центра технічній творчісті дітей і молоді. Пераможцей стала команда Будокашалівського района. Все, що дає цей конкурс, і це огромний стимул для роботи, це відбув на республіканський конкурс. Тобто, які тут є чимпіонами, ми відбираємо на республіку. Тобто, перші два чоловіка відбираються на такі жі секції, причім там секції розширені. Допустим, на радіелектроніки відбувається віддільна секція робототехніки, віддільна секція енергетика і електротехніка і радіелектроніка. Тобто, які були в секції по радіоконструювання в одній здесь, там розділяються на три. Тобто, шанси відбуваються. Тобто, це відбування на республіку, на республіканський конкурс. Прип'ять за пошні дні значно прибавила. Уздровінь вады калі мазыра повышається на некалькі сантиметра ў дзень. Зараз гэты пакаршык складає 465 сантиметраў. Небезпечная для города Рыса, калі пачынае затапливаць набережную ў парку і падворкі на ближайших вулицах 500 сантиметраў. Прагнозаў пакуль ніхто не робіць. Йось надзея на минусавее температуры, але разам з тым ў ближайшые дні чакаюцца апаткі. Рака паўнаводная, хоч і часткова ў лёдзі. Дарэчы, адліга отбілася і на стані ледяного покрыва. Лёд рыхлый і крохкі. Виходіць на ёго зараз вельмі небезпечна. Ну вот, мы можем видіць по свеже прибывшій воде образовалась очень тоненькая корка льда. Вот она пробивацца с одного раза. То есть это горіць о том, что уже выходіць на такой лёд нельзя. Запрещено. Безопасной толщиной, ещё раз напоминаю, начинаецца лёд толщиной от 7 сантиметров. На реке сёдня лёд небезопасен. У Гомельской області объявлено штормовое попереджене. Завтра на большай часты тэриторі регіона чакаюцца узмацнені ветра парывамі до 15-20 метров за секунду. А крамя таго, синоптыки прагнозуюць і протяглые моцны апаткі. У основным – мокрый снег. Температура поветра будзе вагацца ад мінус 1 до мінус 7 градусов. У ночы 5-го лютого у регіоні захаваецца моцны ветер. Гэты і іншы новіны вы можете знайсті на нашым сайці у интернэте па адресі www.tvrgomel.by Нагэтым випуск завершаны. Усяго добрага і до зустрэча у ефіры. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!